Давайте мы сюда зальём лаву, и вот он у нас начинает работать. А мы с вами получаем уже целых 3 золотых слитка из одной золотой руды и также одной киновари. Эта сырая нефть вам потом пригодится для того, чтобы делать уже более крутое топливо, а оно вам пригодится для генерации РФ-энергии. И всем привет, друзья, с вами Картофан, и это первая часть гайда по мунду Thermal Expansion на версию 1.12.2. Но перед началом просмотра я советую подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ну а мы начинаем. Ну а перед началом просмотра я советую заглянуть и подписаться на канал Дюпы по полочкам. Там автор занимается поиском различных багов, фич и дюпов в Майнкрафте с модами. Он реально шарит в этом. Также у них скоро откроется проект на версию 1.12.2. Ссылка на канал будет в подсказке и также в описании. Этот мод является техническим, и он добавляет очень много различных новых руд. Также он добавляет очень много различных приборов, которые очень сильно вам помогут в развитии. Также этот мод добавляет новый вид энергии. Это у нас RF энергия. Ну и в общем-то этот мод должен стоять практически на любой технической сборке. Ну а мы давайте начнем с генерации. Этот мод добавит в наш мир очень много руд. Вот это у нас раз руд, и еще там у нас руды находятся. И давайте теперь мы рассмотрим, что это вообще за руды такие. Первая руда у нас будет медная. Следующая у нас будет оловянная. Потом у нас будет серебряная. Свинцовая. Есть такой вот заряженный адский камень нижнего мира. А в краю резонирующий эндерняк. И когда вы сломаете вот этот нефтяной песок, нефтяной слонец, и также вот этот вот нефтяной песок, тогда вы получите вот такой вот битум. Это у нас, считайте, что такая нефть в твердой форме. Когда вы сломаете заряженный адский камень Нижнего Мира, тогда вы получите такой заряженный клатор, и когда вы сломаете резонирующий нерняк, тогда вы получите такой резонирующий клатор. Также в мире вы сможете найти 3 новых мобов, это у нас будет Блиц, Блиц и вот такой вот базальт. Давайте мы посмотрим как они будут у нас выглядеть. Блиц будет выглядеть вот так вот, давайте мы его сейчас убьем. Вот мы его убили, и нам выпало получается что это стержень Блица и также снежок. Далее у нас идет Блиц. Вот так вот он у нас будет выглядеть. Давайте мы его тоже убьем. И нам с него выпадает стержень Блица и также Селитра. И последний это Базальт. Базальт будет выглядеть уже вот так вот. А нам выпал с него измельченный Обсидиан и также стержень Базальта. Ну и в общем-то по генерации это все. Далее давайте мы рассмотрим броню, оружие и инструменты в этом моде. Вообще из каждого слитка здесь вы сможете сделать себе броню, оружие и также инструменты. Вот у нас здесь очень много различных комплектов. Идем в инструменты и вот здесь у нас также все инструменты есть. Но мы давайте рассмотрим все это на примере платины. Потому что это у нас самый лучший материал, который есть в этом моде. Броня нас будет защищать так же как и алмазная. Но зато платиновый меч у нас будет наносить уже 7,5 урона. Если что, то все эти предметы будут делаться так же как и в обычном Майнкрафте. Давайте возьмем нашу платиновую броню и вообще все наши платиновые инструменты. И вообще посмотрим что это такое. Платиновая броня будет выглядеть вот таким образом вместе с нашим платиновым мечом. Ну а теперь мы давайте посмотрим на характеристики наших всех инструментов. Меч у нас опять же будет наносить 7,5 урона. Кирка будет 6,5 урона наносить. Платиновый топор будет наносить 9 урона. Ну и также у нас есть такая вот мотыга на 1 урон. Потом у нас есть также платиновый укрепленный лук. Он между прочим у нас будет лучше зумить. Получается когда мы будем целиться, давайте это сделаем. Вот так вот он у нас зумит. И, кстати, также он намного быстрее будет натягивать свою тетиву. И таким образом вы сможете стрелять намного лучше с этого лука. И также урон у него будет больше. У нас также есть такие вот платиновые ножницы, платиновая удочка и также три новых предмета. Это вот такой вот платиновый заступ, серп и также молот. Все эти три новых предмета есть также в других вариациях, то есть из других слитков. Платиновый заступ, это у нас будет считать, что лопата, только будет у нас уже копать он 3 на 3. То есть просто так вот копаем и таким образом мы ломаем целых 9 блоков. Платиновый серп у нас будет ломать просто очень много травы Давайте мы вот так вот сделаем, сломаем, хоп И смотрите, вот такой вот у нас радиус здесь будет ломаться травы То есть где-то 5 на 5, если я не ошибаюсь, или даже 6 на 6 И платиновый молот у нас уже будет ломать 3 на 3 камень Давайте мы сейчас его, не знаю, давайте вот здесь сломаем Так, нет, здесь не очень на самом деле видно Давайте просто закопаемся куда-нибудь туда под землю И давайте начнем ломать Так вот 3 на 3 просто ломаем при помощи этого молота Но далее давайте мы с вами перейдем уже к механизмам в этом моде И первое, что вам понадобится для работы с этими механизмами Это вот такой серповидный молот Это в общем-то у нас такой будет гаечный ключ Он у нас будет делаться из трех железных слитков И также оловянного слитка Давайте мы его возьмем и вообще посмотрим, что это такое Это в общем-то то же самое, что и гаечные ключи Из других модов, то есть при помощи них вы сможете Вертеть вот так вот ваши приборы И также сундуки, допустим, какие-нибудь И также если вы будете нажимать на Shift и ПКМ По прибору, тогда он у вас будет просто Скручиваться и будет вам выпадать Далее давайте мы с вами рассмотрим первые способы Генерации энергии в этом моде Это у нас такой будет паровой генератор И также магмовый Паровой генератор делается из красной отдающей катушки Двух железных слитков, медной шестерни Двух медных слитков и также Редстоуна Красная отдающая катушка делается из двух Редстоуна И также серебряного слитка Медная шестерня делается из четырех медных слитков Магмовый генератор делается из красной отдающей катушки Двух железных слитков, инваровой шестерни Двух инваровых слитков и также Редстоуна Инваровая шестерня делается из четырех инваровых слитков А о том, как получить инвар, я вам расскажу чуть-чуть попозже. Давайте возьмем все наши генераторы и вообще посмотрим, что это такое. Поставим наш паровой и давайте сразу же магмовый. Вот так вот они у нас будут выглядеть. Паровой у нас будет работать от угля, либо же вообще каких-то любых предметов, которые будут гореть. Давайте сюда положим уголь. И справа здесь мы должны будем залить воду. Давайте мы это сейчас сделаем. Просто выходим, берем ведро воды и текаем вот так вот ПКМ. Он у нас сразу же начинает работать. Посерединке здесь у нас будет такой буфер энергии. Максимум здесь у нас может храниться 40 тысяч РФ. И он у нас может вырабатывать максимум 40 РФ за тик. Кстати, также я вам хотел сказать, что вот этот вот битум у нас будет в два раза эффективнее, чем уголь. То есть его вы также сможете сжигать. Вот этот вот генератор вы просто можете поставить вплотную к какому-то прибору из этого мода. И тогда он у вас будет запитываться при помощи этого генератора. Далее давайте мы с вами рассмотрим магмовый генератор. Он у нас уже будет работать на какой-то очень-очень горячей жидкости. То есть будь это лавы, либо же какие-то другие горячие жидкости из этого мода. Допустим вот пылающий перотиум. Давайте мы сюда зальем лаву. Вот так вот заливаем. И вот он у нас начинает работать. Он у нас также будет вырабатывать максимум 40 РФ за тик. Но далее у нас идут уже первые приборы, которые вам понадобятся для развития в этом моде. Первая это редстоуновая печь. Она у нас будет делаться из двух кирпичей, редстоуна, рамки механизма, красной принимающей катушки и также двух медных шестерней. Рамка механизма делается из четырех железных слитков, четырех стекла и также оловянной шестерни. Оловянная шестерня делается из четырех оловянных слитков. Красная принимающая катушка делается из двух редстоуна и также золотого слитка. Далее у нас идет измельчитель. Измельчитель делается из поршня, двух кремния, рамки механизма, красной принимающей катушки и также двух медных шестерней. И потом у нас идет такая вот индукционная половильня. Индукционная половильня делается из двух песка, инваровой шестерни, рамки механизма, красной принимающей катушки и также двух медных шестерней. Инваровый слиток мы сможем получить путем переплавки инваровой смеси. Инваровая смесь у нас получается из двух измельченного железа и также измельченного никеля. Измельчать мы их сможем при помощи измельчителя. Давайте мы теперь поподробнее это все рассмотрим. Берем все наши приборы, также беру золотую руду, киноварь, магмовый генератор, уголь и также ведро лавы. Первое что мы с вами рассмотрим это давайте будет редстоуновая печь. Ставим ее и вот так вот она у нас будет выглядеть. Давайте мы сразу же запитаем при помощи нашего магмового генератора, допустим давайте здесь вот сбоку, вот так вот ставим, заливаем туда лавы. И таким образом наша печка сейчас будет запитываться. Заходим в нее и вот смотрите здесь вот слева у нее вот такой вот буфер из 20 тысяч рф. Также здесь слева у нас есть такая вот кнопочка, мы здесь можем посмотреть как у нас здесь идет расход энергии, максимальная энергия и хранимая энергия. Также у нас есть информация что она у нас делает. Справа также у нас есть улучшение, но почему-то кстати вот у меня на 1.12.2 просто не открывается здесь вот этот слотик. И таким образом просто улучшения я никакие здесь впихнуть не могу. Контроль редстоуна, то есть здесь у нас активация по редстоуну или почти деактивация. И конфигурация, смотрите здесь у нас намного все интересней. Здесь у нас получается что эта печка раскрывается по своим сторонам. То есть вот у нас смотрите здесь вот так вот цветные стороны есть, мы заходим ее и здесь мы допустим сверху можем поменять. Это у нас вход, выход, также вот у нас вход и выход и ничего. То есть при помощи таких вот входов и выходов мы сможем сделать автоматизацию какую-то. То есть допустим мы делаем сверху вход, таким образом сверху она у нас будет засасывать какие-то предметы. Мы допустим сверху ставим какой-нибудь измельчитель, который будет у нас измельчать наши руды до измельченного состояния. Потом эта измельченная руда сюда будет перекачиваться, сразу же вниз, потому что здесь у нас идет вход. И таким образом это у нас все будет переплавляться. И так мы можем делать с каждой стороной. Но так этот прибор очень прост, просто сюда кладёте руду, либо же то, что вам нужно будет переплавить, и у вас всё это переплавляется. Это у нас работает как и печка, допустим, из Индастриал Крафта. Также здесь у нас есть такой слот для какой-то батарейки. Далее у нас идёт измельчитель, давайте мы его также поставим, и вот так вот он у нас будет выглядеть. Хотя давайте мы его сразу же поставим вот здесь вот сверху, чтобы показать, как работают вот эти вот наши стороны. Давайте сразу же запитаем при помощи магового генератора, и давайте зайдём в наш измельчитель. Вот так вот интерфейс будет здесь выглядеть. Вы сюда кладёте, допустим, какую-нибудь руду, ждёте, и сейчас эта руда у вас будет удваиваться. То есть сейчас мы с вами получим вместо одной золотой руды целых две штучки. Но уже не в форме руды, а в форме пыли, которую мы в итоге сможем переплавить и получить два слитка. Вот у нас измельчённое золото. Вот смотрите, мы сделали снизу выход, вот то есть здесь у нас сразу же наша вся измельчённая руда переходит вниз, и таким образом она у нас оказывается в нашей печке, и вот она у нас всё переплавляется уже в слитке. Также здесь мы сможем получать различные шлаки, в нашем случае при золоте это киноварь. Ну и следующий прибор, это будет индукционная плавильня. Давайте мы её поставим, и вот так вот она у нас будет выглядеть. Сразу же давайте её запитаем при помощи, опять же, нашего магмового генератора. Заходим теперь сюда, и вот так вот здесь у нас будет выглядеть интерфейс. Немножечко сложнее, но всё-таки тоже простой. Здесь мы сможем осуществлять уже различные сплавы, то есть мы, допустим, берём нашу золотую руду, и также берём киноварь. Сейчас давайте чуть подождём и посмотрим, что мы с вами получим. А мы с вами получаем уже целых три золотых слитка из одной золотой руды и также одной киноварьи. То есть, я думаю, вы понимаете весь прикол этой индукционной плавильни. И также мы, кстати, с вами получаем обогащённый шлак. Он вам потом пригодится для некоторых крафтов. Но далее у нас идёт такой прибор, как лесопилка. Она у нас делается из лезвия пилы, двух досок, рамки механизма, красной принимающей катушки, и также двух медных шестерней. Лезвие пилы делается из шести железных слитков и также медного слитка. Берём её, также берём какой-нибудь генератор, в нашем случае будет паровой. Берём также уголь, ведро воды. И теперь мы давайте поставим нашу лесопилку. Вот так вот она у нас будет выглядеть. Сразу же давайте мы её запитаем при помощи нашего парового генератора. Вот он сюда положил уголь и также залил воды. Заходим в нашу лесопилку. И вот так вот будет выглядеть её интерфейс. Сюда мы сможем класть, допустим, какую-нибудь древесину. Либо же давайте мы сюда ещё положим тыкву. Давайте кладём сюда древесину. Сначала посмотрим, что мы с вами получим. Мы с вами получаем вместо четырёх досок уже шесть досок из одной древесины. И также получаем опилки. Также мы сюда давайте положим тыкву и посмотрим, что мы с неё получим. А мы с неё получаем очищенную биомассу. Она вам потом пригодится для создания топлива. Но далее у нас идут два прибора, такой как магмовый тигель и также распределитель жидкостей. Магмовый тигель у нас будет делаться из усиленного металлического стекла, двух назритовых кирпичей, рамки механизма, красной принимающей катушки и также двух медных шестерней. А распределитель жидкости у нас будет делаться из двух стекла, ведра, рамки механизма, красной принимающей катушки и также двух медных шестерней. Давайте возьмём эти два прибора. Также берём битум, ведро, паровой генератор, уголь, ну и также ведро воды, чтобы запитать наш паровой генератор. Поставим давайте два этих прибора, допустим, вот так вот на расстоянии. И давайте каждый из них запитаем при помощи наших генераторов. Вот мы это и сделали. И давайте теперь мы в них зайдём. Первое, что мы с вами рассмотрим, это магмовый тигель. В нём вы сможете делать различные жидкости из различных уже твёрдых предметов. Давайте мы, допустим, сюда положим битум. И давайте посмотрим, что мы с него получим. Как вы знаете, битум это такая вот твёрдая нефть. И мы с него получаем 250 милибакетов сырой нефти. Кстати, давайте мы чуть переставим наш вот этот вот распределитель жидкостей. Вот так давайте мы прям вплотную к нашему вот этому тигелю поставим. И теперь сделаем так, чтобы у нас справа здесь был выход. Вот мы здесь сделали справа выход. А в распределителе давайте мы сделаем слева вход. И таким образом, смотрите, у нас здесь делается сырая нефть. И она сразу же перекачивается вот в распределитель жидкостей. И давайте теперь мы рассмотрим наш распределитель жидкостей. Переходим в него. И вот так вот у него будет здесь выглядеть интерфейс. Слева опять же будет здесь буфер энергии. Справа здесь у нас будет храниться какая-то жидкость. И теперь мы здесь можем, допустим, либо же сюда загружать жидкость. Если мы нажмём вот сюда вот на кнопочку. Либо же наоборот отсюда выгружать жидкость. То есть вот так вот мы нажимаем сюда вот. И таким образом мы сейчас будем выгружать нашу жидкость. Кладём сюда вот ведро, и оно у нас вот так вот заполнилось сырой нефтью. Кладём опять сюда ведро, вот сюда нажимаем, и наоборот наше ведро получается, что отдаёт в наш распределитель жидкости сырую нефть. И выдаётся нам обычное пустое ведро. Эта сырая нефть вам потом пригодится для того, чтобы делать уже более крутое топливо, а оно вам пригодится для генерации РФ-энергии. Далее у нас идёт дистиллятор. Он у нас будет делаться из двух стекла, никелевой шестерни, рамки механизма, красной принимающей катушки и также двух константановых шестерней. Константановая шестерня у нас будет делаться из четырёх константановых слитков. Константановый слиток у нас будет делаться путём переплавки константановой смеси. И константановая смесь у нас будет делаться из измельчённой меди и также измельчённого никеля. Возьмём наш дистиллятор, также берём сырую нефть и также наш любой источник энергии. Поставим наш дистиллятор, допустим, вот сюда вот, и сразу же давайте мы его запитаем. Вот мы это и сделали, и теперь заходим в наш дистиллятор. И смотрите, допустим, при помощи него мы сможем делать уже нормальную нефть из сырой. Просто берем нашу сырую нефть, вот так вот нажимаем сюда ПКМ, он у нас здесь даже вот так вот загорается, показывает то, что у нас работает. И таким образом здесь у нас, смотрите, вот у нас здесь сырая нефть, и она у нас перерабатывается уже в обычную нефть. И вот она наша нефть, здесь у нас 150 милибакетов. И мы столько получили из 200 милибакетов сырой нефти. Также этот дистиллятор вам пригодится не только для того, чтобы перегонять нефть, а давайте посмотрим еще для чего. Допустим, вы здесь сможете сделать такое древесное масло, биотопливо, очищенное топливо, как раз таки из нашей нефти. Также здесь вы сможете сделать нефть из сырой нефти и также нефть из разжиженного угля. И кстати, с некоторым шансом вы здесь будете получать смолу. Но далее давайте мы рассмотрим, как делать ледяной креотиум. Он вам пригодится в качестве халдагента. Для его создания вам понадобится пыль креотиума. Она у нас будет делаться из двух порошков Близза, Снежка и также Редстоуна. Берем ее, также берем магмовый тигель и также дистиллятор. И еще нам естественно понадобится какой-то прибор для того, чтобы все это запитать. Давайте возьмем наш вот этот вот паровой генератор. Поставим наш магмовый тигель и также дистиллятор вот так давайте опять же вплотную. И все это мы давайте запитаем. Вот мы это запитали. Теперь мы давайте настроим здесь выходы, чтобы здесь у нас был, получается, что выход. Так, справа у нас есть выход, все отлично. А слева у нас давайте будет вход. Все, теперь мы давайте перейдем в наш магмовый тигель. кидаем вот сюда вот пыль креотиума. Она у нас сейчас будет перерабатываться в специальную жидкость. Как раз таки наш креотиум. Вот у нас ледяной креотиум. Почему-то у нас здесь справа ничего не выходит. Так странно. Так, я понял, почему у нас здесь все это не идет. Потому что здесь у нас должен быть не дистиллятор, а распределитель жидкостей. Берем его вот так вот ставим. Здесь давайте делаем опять же вход какой-нибудь вот так, допустим. И вот у нас ледяной креотиум. Просто потом сюда кладем ведро. Давайте мы это даже сейчас сделаем. Берем ведро пустое. Так, кладем вот сюда вот. И делается у нас получается что ведро ледяного креотиума. Но далее у нас уже идет следующий тип генератора, это такой вот компрессионный генератор. Он у нас будет делаться из красной отдающей катушки, оловянной шестерни, двух железных слитков, двух оловянных слитков и также редстоуна. Красная отдающая катушка будет делаться из двух редстоуна и также серебряного слитка. Берем наш этот генератор, также мы давайте возьмем три вида топлива. Это у нас будет сырая нефть, нефть, очищенное топливо и кстати давайте еще возьмем четвертый вид топлива, это будет биотопливо. И также в виде халдагента мы с вами берем ведро ледяного креотума. И еще мы кстати давайте возьмем вот такую вот энергетическую ячейку. Это у нас будет такое хранилище. И максимум оно будет себе хранить 2 миллиона РФ. Энергетическая ячейка будет делаться из рестованного блока, двух свинцовых слитков, красной проводящей катушки и также рамки энергетической ячейки. Рамка энергетической ячейки делается из 4 железных слитков, 4 стекла и также свинцовой шестерни. Давайте мы ее также поставим. И вот так вот она у нас будет выглядеть. И еще мы кстати в нее сможем зайти, увидеть здесь сколько у нас хранится и также настрой здесь вход и выход. То есть сколько у нас здесь будет выходить, допустим вот 800 РФ за тик и максимум может выходить 1000 РФ за тик. И теперь мы давайте рассмотрим вот этот вот компрессионный генератор. Давайте мы его поставим сразу же к нашему вот этому хранилищу. Заливаем вот сюда вот наш креотум, заходим в него и вот он наш креотум. То есть это у нас будет как халдагент. И теперь нам остается только выбрать какое топливо сюда нам заливать. Давайте мы посмотрим какое топливо сколько будет вырабатывать. Ведро очищенного топлива будет вырабатывать 1,5 миллиона РФ. Растительное масло будет вырабатывать 80 тысяч РФ. Креазотовое масло будет вырабатывать 40 тысяч РФ. Древесное масло будет вырабатывать 400 тысяч РФ. Нефть – миллион РФ. Сарай нефть – 400 тысяч РФ. Разжиженные угли будут тоже 400 тысяч РФ вырабатывать. И биотопливо будет 800 тысяч РФ вырабатывать. И таким образом, самое эффективное топливо – это будет очищенное топливо. Заливаем его. И вот он, наш генератор начинает работать. Он у нас также вырабатывает максимум 40 РФ за тик. И получается, что одного ведра нам хватит на 1,5 миллиона РФ. Но здесь также, кстати, у нас будет зависеть эффективность от халдагента. То есть, чем лучше халдагент, тем будет лучше у нас выработка энергии. Ну а далее у нас идет переносной резервуар. Он у нас будет делаться из трех стекла, медного слитка и также красного сервомотора. Красный сервомотор у нас делается из двух редстоуна и также железного слитка. Давайте возьмем его. И также давайте возьмем какое-нибудь ведро с какой-нибудь жидкостью. Давайте поставим наш резервуар. Вот так вот он у нас будет выглядеть. И туда мы сможем налить, получается, что, по-моему, до 10 ведер какой-то жидкости. Нет, вру, до 20 ведер. Таким образом, просто так вот закликиваем, наливаем, допустим, туда наш криоту. Вот так вот мы налили, потом мы, допустим, ломаем его. И таким образом мы сможем переносить нашу жидкость. Вот он, наша жидкость, прямо вот здесь вот хранится. Ну а с вами был Картофан. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте и также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем удачи и всем пока!